Мужчина, ну что, у нас сегодня новые путешествия с тобой нас ожидают, да? Да! Дай пятюню! Сегодня у нас куча вообще планов по посещению города Судака и его окрестностей. Там у нас и мыс Алчак, и мыс Меганом, и храм 12 апостолов, и Эолова Арфа. Там куча мест, которые можно посетить, но сегодня же, конечно, а, и при этом офигенное красивейшее море. Ребята, вот смотрите, справа от нас немного кверху скала Ящерица называется. Если присмотреться, то вот с левой стороны на скалу как бы скарабкивается ящерица. Видите, да? Поехали мы, значит, из Судака на мыс Меганом по дороге остановились, вот, кстати, туристы здесь тоже припарковались. И пойдем сейчас посмотрим на мыс Алчак. Мыс Алчак, собственно, Эолова Арфа. И откуда открывается вот вид сумасшедший просто на бухту Судака. Все, медленно-медленно мы забираемся на эту гору. Тропа, как обычно, в нашем случае остается немного правее от нас, где-то вот, где-то там. Но мы же отчаянные, блин, товарищи, как обычно, идем прям, вот, прям, прямо. Потому что смотрим на карте, как бы, тропа, она вот так, вот так, вот так. Ну, а в конечном итоге, точка, на которую мы идем, она прямо. Ну, что, нам остается идти только прямо. И мы. Ну, все, судя к карте, мы добрались до пункта назначения. Гора Алчак. Собственно, вот, наверное, остатки громоотвода, который здесь когда-то присутствовал. А теперь самое интересное. Раз, два, три, закрываем глаза. Открываем глаза и наблюдаем вот за тем, что мы видим сейчас. Вместе с вами, по-прежнему, с правой стороны у нас судак. Бухта судака. Все, вот. Значит, смотрим. Вот там идет у нас новый свет. Тут тропа Голицына как раз огибает. Там где-то мыс Капчик есть. И вот гора Дельфин. Бухта непосредственно судака. Но это еще не все. Теперь смотрим слева, что от нас находится. А слева, вон, кстати, люди. Вот, смотрите, как расположились. Красота. Вот здесь самое место позаниматься йогой, принять солнечные ванны, просто побыть самому собой, насладиться этим видом. Поворачиваемся дальше. Поворачиваемся дальше. И что мы здесь видим? Смотрите, ребят, что мы здесь видим? Сумасшедший просто вид. Вот. Вот там у нас где-то начинается как раз Таврида Арт. Вон, объекты первые мы видим вдоль берега. Они простираются. Мы сейчас по ним проедем, посмотрим. Их очень много. Вдоль самого берега до мыса Меганом. Вот он у нас на горизонте. Мыс Меганом. Некоторые его даже называют полуостров Меганом. Вот. С непосредственно мысом Меганом. Вот. Но единственное, если кто-то смотрит это видео, пожалуйста, уважаемые туристы, ну вот, в тысячный раз обращаюсь к вам. Зачем приходить сюда и оставлять за собой вот такое. Ну, это капец как неправильно. Так, ребята, забыл совсем сказать. Вот здесь где-то у подножия у нас находится Эолова Арфа. А вот на горизонте, если присмотреться сейчас, приблизимся, постараемся, насколько сможем. Вот она, Генуэзская крепость. Вот как раз она у нас там видна. Вот немного правее по кадру. А сейчас же мы пойдем как раз спустимся и посмотрим на Эолову Арфу. Не жалея своей шузи, мы надеемся все-таки спуститься вниз и преодолеть эту гору на спуск. Колени трясутся. Земля трясется. Да, но мы медленно, медленно, миллиметр за миллиметром потихонечку все-таки спускаемся. Слава богу, туфли Рикер меня покинули. Вот теперь у меня вот такие отличные боты. Но Рикер до сих пор живый. Спустились с этой горы. Давайте посмотрим на нее. Вот она у нас остается за спиной. Да, живые, невредимые, слава богу. Кстати, несмотря на то, что там сколько? Два часа дня он на горизонте. На небе виднеется луна. Как раз перед нами открывается та самая Эолова арфа, которой мы держим путь. Пляжик, на который мы, конечно же, зайдем обязательно. И завернем налево. Потому что слева идет туристическая тропа, которая будет окипать как раз мыс, на котором мы были со стороны моря. И оттуда должен открыться, как нам подсказал путник, ведущий навстречу, какой-то просто космический вид. снизу вверх. И можно будет в полном объеме оценить весь масштаб этой горы, которая будет над нами нависать. Или надвисать. Ребята, ну это просто место силы. Вот, собственно, мы пришли слева, заходим в эту Эолову арфу. Она просто космическая. Вот смотрите, да, там море. И тут тоже море. Причем это все дело на высоте. Вот такая выемка. Я не знаю, не геолог, но я думаю, какое-то название явно научное есть этому. Этой какой-то пещере такой сквозной. И вот такое просто сумасшедшее место силы, где можно, вот смотрите, подходим, садимся на солнышке, садимся в этой замечательной арочке. И смотрите, какое небо этот свод. И возвращаемся сюда. Осмотрелись. Все, выбираем себе точку G для медитации. Садимся в позу лотоса. Кто не может, в позу полу-лотоса. И наблюдаем. Давайте вместе просто минутка, такая приятная минутка молчания, умиротворения. Просто послушать морской прибой. Какой-то жук даже с нами хочет немножечко позагорать. Какой-то жук. Мозамбийский друг улетел только что. Такой большой бы он. Ох, их тут два уже появилось, если видно в камеру. Ах, какая красота. Ну все, минуточка молчания закончилась. Помедитировали, да? И сейчас мы спустимся вниз вот по вот этим тропочкам. Все, на бережочек. Завернем за мыс и туда. И мне кажется, на этом море можно наблюдать просто бесконечное количество времени. Совершенно потрясающий вид. Просто погода шикарная. 20 там с лишним градусов. Тепло. Туристов мало. Вон, смотрите, отдельные семьи вот сидят, отдыхают. Вообще, как приятно погреться на этом солнышке. Послушать сейчас этот великолепнейший шум моря. Посмотреть на эти волны. Посмотреть на эти волны. Смотрите. Вот стоишь под основанием. Капец, как страшно. И ты понимаешь, что вот не дай бог сейчас хоть один маленький камушек выпадет и попадет тебе в голову, то, наверное, до пяток он дойдет точно. Расскажу вам одну забавную историю со мной произошедшую когда-то в 2015 году в далеком первое место в Крыму, а нет, второе после Евпатории это был Судак. И вот как-то, значит, вот на этом где-то пляжике я отлываю от берега, плыву такой никого не трогаю, разворачиваюсь, плытья обратно. И тут боковым зрением вдруг, значит, смотрю, что что-то от меня тут всплывает. Я, соответственно, голову поворачиваю в эту сторону, оно раз куда-то под воду. До того стало жутко и страшно. Я начинаю судорожно, значит, черпать воду, чтобы перемещаться ближе к берегу. Мужики на берегу стоят, смеются, говорит, чувак, говорит, да не бойся, это утка-нырок. Я говорю, да какая нафиг утка такого не бывает. Говорит, да бывает, бывает. Она просто всплывает, воздуха раз набрала под воду и все. И вот только что я как раз, проходя вот по этой тропинке, идя обратно, значит, смотрю в море и вот она, эта утка-нырок. Ну, может, не та самая, там ее уже там про сын или кто-то. В общем, всплывает эта утка. И я как раз вот вспомнил эту интересную историю. Поэтому вдруг, кто не знает про существование вообще вот этой утки, нырок, имейте в виду, что здесь, в Крыму, в Судаке, в частности, эти утки существуют и пугают людей. Может быть, и не нарочно, но имейте в виду, что они есть. Тащи, каждый раз в Крыму нас сопровождает какое-то животное. В этот раз нас встретила никто иной, как лягушечка. Смотрите, вот она наша красотка сидит. Она прям вот так прыг-прыг перебежала через дорожку и вот теперь думает, не знаю, что мы ее не видим. Или она просто не видит нас и думает, что, значит, если она нас не видит, значит, и мы ее тоже. Крым самое лучшее в мире место, потому что, ну, во всяких странах есть животные, но в Крыму много встречается животных, которые встречаются нам. Потому что это Крым. Потому что это Крым. Крым самое лучшее место во Вселенной. Во Вселенной даже? Да. Вот тот самый мыс Меганом, про который я говорил или в некоторых источниках пишут, что это целый полуостров с мысом Меганом. И вот прошу обратить внимание, вот именно отсюда, от мыса Меганом до мыса Алчак, на котором мы были. Сейчас я вам, ребят, покажу. Вон он там, на горизонте у нас, где он был. Вот там мыс Алчак. Вот эта вся территория между этим мысом Алчаком, вот это все, это все Таврида Арт. Просто гигантские территории, расстраивающиеся. Я не знаю, это целый кластер. Можете загуглить, посмотреть, почитать. Развитие творческих потенциалов, творческих инициатив, разных новооправлений, творчества, культуры, искусства. Развивается уже несколько лет и будет развиваться гигантская территория. К сожалению, сейчас мы попасть сюда не можем. Встретили столько строителя по дороге. Когда гуляли на мысе, Алчак, говорит, из Петербурга, похвалил эту природу, уникальную, крымскую. Говорит, вот прям строятся здесь на территории гостиницы, школы. Короче, будет круто. Обязательно надо будет сюда попасть, съездить. Ну, а мы же пойдем посмотрим ближе к мысу Ниганом. Вот сюда, собственно, куда мы и стремились приехать. Где-то там наш коллега порекомендовал отдых в палатках. Вот там разбивается палаточный лагерь, городок, автокемпинги располагаются вот здесь прям у моря. Приезжают, как вот мы видим, да, вот здесь они размещаются, вот стоят уже даже кемпинги, даже еще туристический сезон активный не начался, но, тем не менее, автокемпинги уже есть. Короче, посмотрим, что будет дальше. А дальше, я думаю, здесь будет круто, не хуже, чем в Сириус, который находится в Сочи. До недавних, ну, вернее, с недавнего времени, которая стала федеральная территория Сириус. Т影 в Сочи Моря Грам! но мы с меганом однозначно к посещению сто процентов конечно время у нас не хватило чтобы зайти на него наверх там где-то у него находится вот за моей спиной буквально таки там находится маяк там куча короче достопримечательностей на нем и вокруг него по его периметру пляж шикарнейший просто провели буквально часочек времени наверное на нем такой штиль между вот этими двумя мыс алчак и меганом тихо спокойно тепло даже сейчас я уж не говорю про то что будет летом а летом будет круто поэтому сто процентов место просто культетка и сюда приехать еще стоит а мы же поедем дальше поедем сейчас заедем судак ребят но все мы передислоцировались находимся в городе судак центр наверное администрация города судака собственно слева от нее вот то что мы сейчас видим видим это та самая знаменитая кипарисовая аллея по которой впервые я гулял в пятнадцатом году как раз когда мы одну неделю провели в евпаторию вторую неделю мы приехали судак сейчас вы не поверите как здесь тихо как здесь спокойно но что здесь будет в июле в августе там в июне и так далее из каждого вот это вот окошечко вот которая сейчас роль ставнями закрыта будет доноситься музыка будут выбегать люди там пытаться что-то тебе продать там чача вино если честно но как по мне вот сейчас я иду все закрыто и вот допустим если взять новой сочи эмеретинская низменность там где сейчас федеральная территория сириус там убрали все вот эти вот павильоны все эти ларьки там никого нету вот теперь представьте на секундочку если бы здесь тоже нет не было территории было бы больше спокойно туристы бы ходили гуляли но сейчас начнется курортный сезон и ты спокойно уже протяни сможешь как цыгане налетят на тебя со всех сторон и попытается тебе что-то в пыше если честно это ну как бы по как по мне так раздражает вот из этого места я помню такой чувак шляпе все время кричит чача-чача-чача тебя зазывает время пытается тебя споить я как человек не пьющий как у меня это немножечко раздражает наверно смотри просто отмечаем бурщатку положили тут же проехали грузовики и выдавили ее вот они колейность но люди так не вдавит однозначно чтобы так вдавить такую колею сделать сколько людей надо запустить здесь у справа ночной клуб если не память из меня здесь вот на балкончиках на этих такие одоленные девушки начнут танцевать но для понимания с гору спускался наверное в мае где-то апреле сбор мы как раз с моим напарником спустили здесь в одно из кафешек зашли перекусить здесь нереально просто было много людей нереально много но тут детский парк кстати кстати его мы посещали тоже парк аттракционов я уже не помню ну конечно это там не и сочи парк там или какой-то московский но тем не менее очень даже годный для я думаю для этого города и для этого места в принципе пойдет цены не знаю не скажу я думаю что наверное дорого потому что ценовая политика в крыму прямо оставляет желать лучшего в этом смысле это вот собственно заканчивается кипарисовая аллея заканчивается она выходит вот такую площадь непосредственно которая ведет уже море море пляж набережная вот она смотрите на горизонте как раз он дельфин виднеется да вот он прям по центру экрана вот эти горе ребят не помню по названию если он она у нас на горизонте геноевская крепость сейчас приблизимся вот она у нас вот виднеется ее облик из-за солнца вот если посмотрите прямо как раз вот перед нами за набережной тот самый мыс алчак на котором мы сегодня были мы получается поднялись на него спустились прошли у подножья обогнули его зашли на ту сторону и собственно наблюдали вот судак судакскую бухту ту который сейчас мы собственно находимся какая красота туристы конечно уже есть но это несравнимо с основным курортным сезоном ребят я как не ценитель чебуреков помню 2015 год вот это вот чебуречная значит тут вообще очередь такая прям стояла лютая вообще ну я как обычный турист конечно же купился думаю блин ну наверно классно наверно здорово купил ну чебурек не за стада был вкусный жирный такой прожаренный но не заставил себя долго ждать он не прожил наверное часа в моем организме и стремился выйти к наружу короче подведем итоги судак красив судак судак богат на достопримечательности и обычному туристу есть куда сходить вообще до желтки генвайская крепость под боком новый свет под боком тропа голицына завод голицына шампанских вин генеральский пляж мыс вот алчак меганом различные вообще куча достопримечательностей есть куда сходить есть что посмотреть обязательно приезжайте отдыхайте видите люди идут просто общаются наслаждаются там где-то кошечка пробежит там где-то собачка птичка это классно дышишь чистым воздухом кипарисами он чайка чайка пух пролетела вот но скоро вот из каждой щелочки вылезет зазывало ну все наверное на этом наш сегодняшний пробег подходит концу спасибо за внимание наслаждайтесь смотрите будут пожелания какие-то пишите говорите будем ездить будем смотреть будем показывать вот еще кстати крымский тигр он смотрит друг на друга сели гипнотизирует привет ребята тихо 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 стопы пацаны вы чё с вами хотел спрятались но все пока а